Добрый вечер всем! Здравствуйте! Сегодня в своем видео я отвечу на пару ваших вопросов, которые вы мне очень часто задаете в личных комментариях, в личной переписке. Эти вопросы связаны между собой, и поэтому мои ответы тоже будут сообщаться. Значит, первый вопрос звучит примерно так. Где лучше и где выгоднее заключить брак с иностранцем? Ну, в частности, с гражданином Великобритании, в России или же Великобритании. И, соответственно, по какой визе, по визе жены или по визе невесты лучше уезжать в Великобританию? И второй вопрос. Это был первый вопрос. И второй вопрос. Значит, если вы решили зарегистрировать брак в России, какие документы необходимо собрать вам и вашему мужу для того, чтобы зарегистрировать там брак? Ну, давайте я отвечу сначала про себя. Во-первых, у меня было уже такое видео, да, где я отвечала на эти вопросы. Но я, если честно, не могу его найти. Я так предполагаю, что вы тоже не можете найти, поэтому вы меня ещё раз спрашиваете. Поэтому давайте я ещё раз на эти вопросы отвечу. Но сначала про себя, значит, скажу. Вы, конечно, знаете, что как моя мама, так и я, мы заключали браки в России. Почему мама это сделала, я не знаю. Ну, наверное, было ей так лучше, конечно, потому что, конечно, в Великобританию она уже поехала по визе жены. В принципе, на этом стоял её муж. И я так думаю, что это тоже сыграло определённую роль, когда я уже тоже выходила замуж вот за своего мужа. Ну, во-первых, у меня там все мои родственники, дети, внуки, все мои друзья, все были в России. Мама с мужем тоже туда приехали. И, конечно, уже я знала эту дорожку, по которой мама прошла. То есть мне было уже это известно, как всё это будет происходить. Вот. И, конечно, тоже сыграло роль то, что виза жены уже даёт, мне кажется... Нет, нам показалось, что виза жены даёт больше преимуществ, чем виза невесты. Ну, как бы это вот мой такой случай. Но это моя точка зрения, где лучше заключать брак в России или же Великобритании. Но я недавно поговорила с одной из своих подписчиков, зовут её Юля, которая вышла замуж за англичанина, и брак у них был заключён, тоже заключен в России, в Сибири, в ноябре 2018 года. То есть буквально вот недавно. И сейчас она находится в процессе сбора документов на визу жены. Я попросила её, значит, ответить на этот вопрос. Она прислала мне письмо, я его распечатала, и хочу вам сейчас зачитать некоторые моменты. Её рассуждения. Значит, она пишет, почему же брак в России. Для тех леди, она ориентируется на девушек возраста от 35 и выше. Значит, для тех леди, кто считает деньги и изначально хочет показать себя разумной и не транжирой, для того, чтобы пожениться в Великобритании, нужно оформлять две визы. Сначала визу невесты, а затем, после женитьбы, визу жены. И обе эти визы будут стоить вашему мужу порядка 4 тысяч фунтов. Плюс каждый раз сбор документов, также за определённую плату. То есть она резюмирует, что оформить отношения в Великобритании очень и очень дорого. В России же эта свадьба, ну, женитьба, регистрация, обойдётся, в принципе, в сущие копейки. И оформление только одной, но уже очень приятной для вас визы. Визы жены. То есть вот ещё один взгляд на то, где лучше заключить брак с иностранцем в России или в Великобритании. Теперь второй вопрос. Какие документы необходимо собрать для того, чтобы зарегистрировать брак с иностранцем в России? Ну, вам нужно просто пойти в ЗАГС и обратиться с этим вопросом к сотрудникам ЗАГСа. Ну, если вы спрашиваете у меня, то я вам тоже отвечу. Значит, я в свою очередь, конечно, спросила Юлю. Вот что она написала. Значит, вам нужно, первое, ваш паспорт, оригинал, плюс копии главной страницы и прописки. Второе. Если вы были уже замужем, то вам нужно, конечно, свидетельство о расторжении брака. И если вы вдова, то свидетельство о смерти. Также оригиналы и копии. Третье. Паспорт вашего жениха, плюс копия паспорта всех страниц и перевод. И всё это заверяется материально. Ну, я помню, когда я переводила все мои документы, значит, я нашла просто центр переводов. И вот эти переводчики, они уже напрямую работали с нотариусом. То есть я давала им документ, они переводили, сразу заверяли у нотариуса и отдавали мне уже готовый документ. Можно сделать это таким образом. А можно просто найти, наверное, нотариальную контору. То есть можно сделать наоборот, найти нотариуса и спросить, с какими переводчиками он работает. То есть у них всё это так вот взаимосвязано. Дальше. Четвёртый документ. Сертификат о том, что ваш будущий муж не был женат у себя в стране. И опастил обязательно. Также это всё переводится и измеряется нотариально. Значит, что это за такой сертификат? На этот сертификат ваш будущий муж делает заявку у себя в стране по месту проживания в регистрационном офисе, который у них имеется в городе, там, ну или где он проживает. Этот сертификат вместе с опастилем делают в течение месяца и также он действительен 30 дней. Поэтому она просьба обратить внимание вот на этот момент. Значит, ещё нужно в этом сертификате указать ваши данные. То есть ваш жених указывает данные невесты. Например, значит, фамилия, имя, отчество, дата рождения ваша, адрес вашего проживания, дата или примерная дата вашей регистрации и адрес ЗАГСа, где будет проходить регистрация. Вся эта информация будет потом указана в этом сертификате, который мужчина получит вот в течение, значит, 30 дней. Ну, опастиль – это специальная печать, которой изверяются все документы. И этот документ, любой документ, который заявлен опастильем, он действительно в странах, которые участвовали в Гаагской конвенции 1961 года. Вопросы нужно сказать, чтобы был поставлен опастиль. Вот, собственно, и всё. Все документы, которые вам необходимо собрать для регистрации вашего брака в России. Также в своём письме Юля сделала подсчёт, значит, сделала такую специальную калькуляцию, по что всё это ей обошлось. Ну, она живёт, скажу, в Сибири, в небольшом городке, как она называет, в деревне. Значит, копия одиночных бумажек примерно 100 рублей. Перевод паспорта мужа и нотариус – 1400 рублей. Перевод сертификата и нотариус – 800 рублей. Госпошлина – 315 рублей. Итого 2615 рублей на всё про всё. Вот такие примерно. Конечно, она предполагает, что суммы в разных регионах будут различные, но, тем не менее, это будет вам гораздо дешевле, вам и вашему будущему супругу будет гораздо дешевле, чем это будет у вас проходить в Великобритании. Вот, сегодня я ответила на такие два ваших вопроса. В следующем моём видео я отвечу на другой вопрос. Значит, какие… Если уже брак… Я отвечу на вопрос, который звучит так. Значит, если уже брак заключен в России, и какие документы необходимо вам собрать на визу жены от вас, какие документы потребуются, и также от вашего мужа. Вот и всё. Всем до свидания. Всем пока.